здравствуйте сегодня мы продолжаем изучать раздел клеточной биологии на предыдущих уроках вы научились определять и описывать основные компоненты клеток используя микрофотографии познакомились с методами измерения объектов с помощью микроскопа выполнили лабораторную работу изучили принципы работы микроскопа я думаю что без труда сможете ответить на два вопроса каковы функции микроскопа и для чего используется микроскоп я думаю что все вы справились заданием действительно микроскоп это оптический прибор предназначены для получения увеличенных изображений а также измерения объектов или деталей структуры невидимых невооруженным глазом объектов тема урока сегодня различие между разрешением и увеличением оптического и электронного микроскопов запиши откройте тетрадь и запишите пожалуйста тему урока тетрадь цель урока различать разрешение и увеличение оптического и электронного микроскопа сегодня на уроке вы научитесь различать и объяснять понятие разрешения увеличения микроскопа и научитесь сравнивать оптические электронные микроскопы предлагаем вам выполнить еще одно задание давайте вспомним из каких частей состоит микроскоп посмотрите пожалуйста на слайд и запишите в тетради название частей микроскопа согласно указанным цифрам молодцы я думаю что вы справились заданием и мы начинаем изучать нашу тему нашего урока и так оптическая система микроскопа состоит из таких основных элементов как объектив и окуляр они прикрепляются передвижному тубусу расположен на металлической основе в котором имеется предметный стол увеличение оптического микроскопа без дополнительных линз между объективом и окуляром равно произведению их увеличения все современные микроскопы имеют цветосигнальную систему макро и микро винты нормализует четкость изображения систему управления состоянием конденсора специальных микроскопов назначения могут использоваться дополнительные устройства и системы сегодня за клетками можно наблюдать с помощью двух различных типов микроскопов это оптический световой микроскоп с использованием видимого света и электронный микроскоп с использованием пучка электронов достигается и рассматриваются объекты благодаря увеличению это способность что такое увеличение это способность заставить маленькие объекты казаться крупнее например сделать видимыми микроскопический организм и разрешение это кратчайшее расстояние между двумя точками на образце который наблюдатель может различить как отдельные объекты разрешение микроскопа покажет насколько четким и видимым является объект более высокое увеличение производит снижение разрешения чем меньше значение разрешения тем выше разрешающая способность микроскопа и тем выше четкость и детализация рассматриваемое изображение на сегодняшний день наиболее используемой является световая микроскопия цветовая микроскопия включает обычную просвечивающую микроскопию светлое и темнопольную пазово-контрастную люминесцентную последнее время разработаны и другие способы микроскопии микроскопы инверсионные конфокальная лазерная сканирующие микроскопии и так остановимся на некоторых видах микроскопии светлопольная микроскопия позволяет исследовать объекты проходящем свете светлом поле данный данный вид микроскопии предназначен для исследования морфологии размеров клеток их взаимного расположения структурной организации клеток и других особенностей у светового микроскопа максимально разрешающая способность составляет 0,2 микрометра что обеспечивает высокоточное увеличение микроскопа 1500 раз фазово-контрастная микроскопия позволяет более четко наблюдать живые прозрачные объекты которые имеют коэффициенты преломления близкие коэффициентам преломления среды действие фазово-контрастного микроскопа основана на интерференции света плоскости изображения обусловлена сдвигом по фазе при фазово-контрастной микроскопии часто применяют биологические микроскопы с обратным расположением оптики инвертированные микроскопы у таких микроскопов объекты расположены снизу а конденсор конденсор сверху с помощью фазово-контрастной микроскопии изучают форму размеры взаимное расположение клеток их неподвижность, размножение, прорастание, спор микроорганизмов и так далее. Благодаря применению этого способа микроскопии, контраст живых неокрашенных микроорганизмов резко увеличивается, и они выглядят темными на светлом фоне, это позитивный фазовый контраст, или светлыми на темном фоне, это негативный фазовый контраст. Темнопольная микроскопия, это еще один вид микроскопии, основана она на освещении объекта косыми лучами света. При таком освещении лучи не попадают в объектив, поэтому поле зрения выглядит темным. Такое освещение препарата достигается использованием специального темнопольного конденсора. Темнопольная микроскопия является очень простым, но эффективным методом и хорошо подходит для получения изображения живых неокрашенных биологических образцов. При микроскопировании в темном поле можно увидеть объекты, величина которых измеряется сотыми долями микрометра, что наблюдается за пределами разрешающей способности обычного светопольного микроскопа. Однако наблюдение за объектами в темном поле позволяет исследовать только контуры клеток и не дает возможности рассмотреть внутреннюю структуру клеток. Люминистентная или флуористентная микроскопия основана на способности ряда веществ биологического происхождения или некоторых красителей светиться при освещении невыедимым ультрафиолетовым или синим цветом. При использовании ультрафиолетового света разрешающая способность микроскопа может достигать 0,1 микрометра. Клетки микроорганизмов обрабатывают специальными красителями, флуорохромами в виде сильно разбавленных водных растворов 1,05 к 1,001. Такие растворы слабо токсичны, что дает возможность изучать неповрежденную клетку. В зависимости от химического состава, клеточные структуры в разной степени адсорбируют красители и люминицируют различным образом. Кроме того, флуорохромы не одинаково адсорбируются живыми и мертвыми клетками. И это позволяет использовать данный вид микроскопии для цитологических и иммунологических исследований, определения жизнестойкости и жизнеспособности клеток. Следующий вид микроскопии – это электронная микроскопия. Различают просвечивающая трансмиссионная микроскопия, сканирующая микроскопия, лазерная и компьютерная микроскопия. Используется для этих целей, для этой микроскопии, электронный микроскоп. Электронный микроскоп – это прибор, позволяющий максимально увеличить объекты в 200 тысяч раз. В отличие от оптического светового микроскопа, вместо светового потока используется пучок электронов с энергией 200 электровольт до 400 киловольт и более. Так как длина электронов волн, где Бройли в разнице потенциалов, ускоренных в электрическом поле, более 1000 вольт, меньше длины видимых световых волн, разрешающая способность электронного микроскопа в 1000 и 10 тысяч раз превышает решающую способность традиционного светового микроскопа. И, возможно, меньше, чем на один анстрем, на последних лучших приборах. Для получения изображения на электронном микроскопе используются специальные магнитные линзы, управляющие движением электронов в цепи прибора с помощью магнитного поля. Электронная микроскопия позволяет обнаружить объекты, которые невидимы при использовании световых или ультрафиолетовых лучей. Теоретические разрешения просвечивающего электронного микроскопа составляют 2000 нанометра. Реальное разрешение современных электронных микроскопов приближается к 0,1 нанометра. Электронный микроскоп, в котором изображение формируется благодаря происхождению, просвечиванию электронов через образец, называют просвечивающим. В сканирующем электронном микроскопе, растровоэлектронная микроскопия, пучок электронов быстро сканирует поверхность образца, вызывает отлучение, которое формирует изображение на светящемся экране. Для РЭМ характерна высокая разрешающая способность, большой диапазон увеличений до 100 тысяч раз и выше, большая глубина фокусировки, многообразие режимов работы. Сканирующий микроскоп дает картину поверхности и позволяет получать трехмерное изображение. Лазерная конфокальная микроскопия дает возможность получать отчетливое изображение или наблюдать объекты в фокусе по всему полю. Данный метод пригоден лишь для исследования самосветящихся хлоресцентных объектов. При сочетании с компьютерной техникой возможна пространственная реконструкция изучаемого объекта. В конфокальном лазерном сканирующем микроскопе изображение внутренних сечений формируется за счет сканирования с фокусированным лазерным пучком от разных лазеров в пространственной фильтрации излучения. При использовании сканирующей микроскопии в ближнего поля достигается высокая разрешающая способность. Наименьший размер элемента, полученного с помощью этого способа, составляет 20 нанометров при длине волны 0,486. В изображении контролируемого элемента отсутствуют дифференцированные или интерференционные эффекты, затрудняющие определение его границ. Отличительной особенностью сканирующей микроскопии ближнего поля по сравнению с атомно-силовым микроскопом является чувствительность к оптическим характеристикам поверхности контролируемого образца, длине волны и люминесценции. Компьютерная интерференционная микроскопия позволяет получить высококонтрастное изображение при наблюдении субклеточных структур, во многих случаях применяется для изучения живых клеток. Принцип действия автоматизированного интерференционного микроскопа основан на интерференции световых пучков лазерного излучения, отраженного от опорного зеркала и зеркала, на котором помещен измеряемый фазовый объект. Теоретически предельно достижимая разрешающая способность может составлять в среднем 0,2 нанометра. Практически она составляет 0,4 микрометра. Современными достижениями микроскопии стали рентгеновская компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография, которая позволяет наблюдать объекты в обычных условиях. Итак, вы сегодня узнали принципы использования светового электронного микроскопа. Они основаны на увеличении объектов и способности определенного разрешения этих объектов. Сейчас я вам предлагаю выполнить задание. Первое задание. Я попрошу вас дать определение понятиям, о которых вы сегодня узнали. Итак, дайте определение понятий таких, что такое увеличение и что такое разрешение. Можете поставить презентацию на паузу и выполните задание. Проверьте себя. Итак, увеличение это способность заставить маленькие объекты казаться крупнее, например, сделать виден микроскопический организм. Разрешение – кратчайшее расстояние между двумя точками на образце, которые наблюдатель может различить как отдельные объекты. И второе задание. Мы изучили принципы действия и работы микроскопа светового и электронного. И я прошу вас заполнить таблицу по вот этим параметрам, критериям, которые вы видите слева. Презентацию тоже можете поставить на паузу и выполните это задание. Проверьте, правильно ли выполнение задания. Я думаю, что вы успешно с ним справились. На этом наш урок закончен. До свидания. Продолжение следует...